За минулое двое суток в области сдарилося 20 пожаров. При этом 5 человек загинули у огни. Неспокойными выдались выходные для прыньоманских воротовальников. В большинстве случаев причиной у сгорания стало неостережное выхождение с огнем. Так само приводило до трагедии и неправильная эксплуатация пятного тепления. Татьяна Барановская протягнет. У Волковыску в субботу огни загинул 58-годовый мужчина. А ранецы наступного дня у тем же районе сдарилася еще одна трагедия. На пожары в уластном доме был узнодзены мертвым господар 1967 года народжения. У обоих двух выпадках наибольшь верогодная причина у сгорания – неостережность прокурения. При подобных обставинах загинули так само 56-годовый Жихарвёвский городиш в Орнувского района и 54-годовый господар жилого дома увезцы Барцяки из Чужинского района. В большинстве несчастных случаев решающую роль сыграло неосторожное обращение с огнем в основном при курении. Немало пожаров связано и с печным отоплением. Так пенсионер из агрогородка Новый двор с Висличского района получил смертельную дозу отравления угарным газом в своем доме. Скорее всего, преждевременная закрытая задвижка дымохода позволила веществу заполнить комнату. Зараз следшие устанавливают обставины ящедного вогненного здарения у Гродни. У ночной недели Жихары шмат поверховика по улице Поповича отчули пах дыма у подъезда и выкликали вартовальников. После того, как работники МНС ликвидовали пожару по мешканне смертельного провода, на место здарения знайшли загинувшего мужчину 1962 года народжения. Как высветилось позднее, это был рабочий мясового жеса. У помешканне смертельного провода заховывался его прационный инвентар. По выделям попередних версий, причиной пожару могла стать неосережность при курении альбо короткое замыкание электропроводки. С мытой установления докладных обставин здарения у наиближайшем часе плануется проведение судово-медицинских и пожарно-технических экспертиз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...